всем привет ребята что сегодня у нас будет обзорчики интересной локации атлантида это 2 2 сезон вот слава атлантиды попробуем или и другие герои призывы атлантида в общем как видите здесь дают возможность у меня частично герой есть и сюрсена есть два могильщика все пишут что качать могильщиков но я что-то не вижу никаких то явных топовых скажем так плюс так что у нас есть еще и нари есть атома с пятерками сандра как и дурату короче куча куча разных героев но не в этом суть мы сегодня будем делать обзорчик вот эти все рынки четверки нету только ариэль надо ее тоже выбить восстановить 40 здоровья все герои союзники получают 24 генерации маны тоже неплохая тема надо ее тоже выбить в общем учат тут разных пятерок и вот этого торлака еще хочу это я жду зеронный призыв так поехали вот на вкладочки у нас есть атлантида и что интересного я уже знаю для себя чем поделюсь с вами когда идет призыв у вас в два раза дешевле затраты то есть находы если брать обычный 6 а здесь точнее даже в 3 меньше стоимость как видите пишут то есть во время призыва восход атлантиды вот во время события восход антиды расходы мировой энергии для этапа второго сезона сокращается 3 соответственно здесь сейчас выгодно и качаться и получать плюшки из-за чего из-за того что во время восхода вы получаете плюс 50 процентов трофеем вот так вот могут появиться редкие враги за победу над которыми вы получите монеты атлантиды то есть монетки можно повторно тоже выбивать вот такая вот тема у нас поехали на примере я вам покажу вот второй дальше немножко я уже подкачал некоторые героев юбора подкачал там надо плюшки велика тоже подкачана так по чуть-чуть по чуть-чуть качали героев у меня в моей пачке раз два три три хиллера один режет входящий урон это и плюс режет режет т.п противника курсена не дает заряжаться опять же и она больше на папа локации мне кажется здесь тоже против боссом неплохо заходят посмотрите сейчас над хилл и вики так вот на уже 78 вилбер тоже по моему семерка но бики я не помню какие в том называет вечную его забываем тоже 78 уже ну то есть по скилу они более менее подкачаны надо еще добить дальше должно быть следующие этап это прокачка дальше ну я до этого еще не шел потом ничего вам рассказать об этом не могу в общем сейчас увидим видите какие плюшки мы получим здесь и пойдем потом получать плюшки с другой локации можно играть вот так вот на автоботе как я играю то есть она автоматом фарме когда у вас времени нет вы себе включили она автоматом но бывают такие моменты когда уже топовые противники и печалька происходит сливаешься хотя не должен вроде как бы нормально прошел но бывают такие какие-то катки где сливается то есть вот он не всегда выбирает лучший вариант поэтому если вы играете то старайтесь играть скажем так сами тогда будет попроще но когда вы знаете что там легкий противник у вас есть ходы в случае я могу их докупить я таки качаюсь принципе 21 уровень уже я только вот вчера посмотрел что здесь расходы меньше это потому что до этого качался на 12 9 так как там было немножко выгодно качаться мне и стоповые плюшки сейчас увидите что мы будем здесь маккар с таким отхилом я вообще забыл про расходники то есть мне расходники не нужны не хватает отхила от героев так давайте так сами немножко будет быстрее наверно вот посмотрите сейчас ну наверно скорее всего что убьет так и того что такое атлантида во время восхода вы имеете посмотрите насколько больше плюх то есть они 4 2 2 1 то есть намного больше шанса выбить какие-то вещи тут вообще 5 трав дали есть еще также сложный режим трудный можем давайте попробуем здесь в два раза три тратится больше энергии в чем суть вы получаете вот сможете выбрать соки уровень сложности прибором партии получите мне так на тебе в качестве награды высокий больше получите плюх данном случае это больше монеток ну давайте на попробуем на трудном режиме пройти то есть есть два режима еще у каждого этой локации с моими героями я не знаю хотя в принципе я их подкачал побывать с посмотрим как повезет на мы там получили 1500 чем-то опыта я что-то забыл акцентировать внимание на 12 9 там 1370 то есть и плюс там по моему четыре или пять ходов сейчас мы закончим посмотрим а тут всего лишь три то есть во время восхода атлантиды я не знаю как часто она бывает но мы получаем ничего себе судя по всему у нас тут час чпоком быстро а а а а а а а а а уже синего собирать так велика плюс четыреста пятьдесят два неплохой неплохой у нее отхил не знаю на ни одна из пятерок то есть одна из пятерок которая и больше всего зашла для фарма посмотрите как сложно воевать трудном режиме а конечно как-то я про втыкал видно а иногда было бафнуть авто себя а и и и и и и и и Вот видите, благодаря тому, что отхил несколько персонажей, можно хоть как-то ехать. Можно, конечно, кучу расходников с собой взять, но это не всегда спасает, они быстрее заканчиваются в основном. Возможно, дальше будет еще интереснее на этой локации. Я не знаю, пока я только учусь, неделю всего лишь играем. Ну, уже интересно, куча всего, куча разных героев, куча прокачек. Дальше, я так понял, еще откроются качки следующие. Так, надо немножко подфармить. Ай-яй-яй-яй. Так, отлично. Дальше, мы дошли к боссу. Сейчас попробуем его фармануть. Сразу же делаем помижалку маны. С вилбером. Делаем себе дав. Тут надо все время отхиливаться. Ну, как видите, тоже перекидывает на все героев. То есть, получают все герои. В данном случае, тогда лучше с зеленым снимать. Дав накинули еще себе. Жесткий тип. Посмотрите. То есть, рассеивание тоже надо. Интересно, интересно. Интересная раскладка у нас осталась, конечно. Может, даже придется использовать. О-ой-ой. Опасно. В принципе, у нас есть магия. Сейчас мы немножко себя подхилим. Ну, можно и расходники использовать. Смотрите, как сопротивляются. Такс. Не знаю, не знаю. Слился. Вот так вот, ребят. Вот такой вот трэш. Ладно, давайте сдаемся. Так. Идем на 12.9. Для сравнения вам покажу. Крепость. Карта. Первый сезон. 12.9. Дальше. Тут 4 энергии требуется. И, соответственно, вы получаете меньше опыта, меньше плюх. То есть, во время призыва старайтесь хотя бы там первый. Ну, в зависимости, конечно, от того, какие у вас герои. Даже первую локацию фармить, все равно это будет по выгоняй, так как там плюх падает в разы больше. Быстренько тут зафармим. До новых встреч! Продолжение следует... да обидно конечно что трудные не пришли на тонный трудный надо качать героя дальше ну вот так вот снимаем возможность набора маны босса потому что бывают боссы которые нереально круто сносит также можно за эти камни потом роли то есть если вы бываете в атлантиде камешки 100 штуки вам дают одну бесплатную попытку я просто понимаю что это анриал долго люди копят и принципе есть возможность вытащить героя без доната камешки падают с определенным шансом я вот фармил нон-стоп и там принципе ко мне с 10 я выбил с попыток 40 можно можно тоже выбивать и без доната и пробовать вытащить опять же тут шансы не такие заоблачные то есть ну кому как повезет скажем так посмотрим что дальше нам откроет атлантины пока я только начал осваивать эту локацию все вместе и того что мы имеем еще 387 и как видите расходников намного меньше так вот вот такая вот локация пишите комменты что вы знаете о локации что вы можете рассказать другим будем уже дальше стараться развиваться все всем удачи всем пока